Приветищи! Это Автонавты и мы продолжаем зарабатывать уважуху у вот этих вот замечательных маленьких пупсиков. Кстати, они вырастут, обязательно вырастут, они будут здоровыми жаробасами, но это будет не скоро. Итак, они здесь уже нам накидали маленькие сердечки, это то самое уважение колонизаторов. Сейчас мы их заберем и отправим на переработку. Боже, какие мы ужасные, из того перерабатываем сердца этих маленьких пупсиков для того, чтобы изобрести что-то новое. Вот, этот аппарат здоровый, сюда мы закидываем наши сердечки эти. Так, отлично. Важуха, это важная деталь. А что мы с тобой делаем? А делаем мы с тобой чего? Инструментальные технологии, лезвие, киянка и гарпун. Вот так вот, из сердец мы это все делаем. Сейчас еще тут пару сердечек заберем и будет вообще шикарно. Маленькая девочка-пожирательница сердец. Глянь только, какой у нас здесь шикарнейший лес растет. Очуметь. Кстати, топорик надо сделать. Вот же чье, корни, бабай. Чуть не забыл тебе сказать. А ты подписался? Лайк поставил свой крутой под видео. Давай-давай-давай, быстренько опускайся под видео. Ставь свой королевский лайк. И подпишись, если ты еще не подписан. Эй, друган, я сделал тебе топорик. Сейчас принесу. По лесу пробегу. Держи. Короче, у нас какие-то траблы произошли. Я вставляю топорик. Сейчас нужно... Ааа, я ему палку что ли дал? Точно, я же в прошлой серии экспериментировал, давал им всем палки. Ну-ка. Во, все получилось. Короче, у нас вот этот чувак, который копает землю, он копает не лопатой, а палкой. Вот такие вот эксперименты мы ставили. Ну, знаешь, это как с обезьянами. Только тот сделал из обезьян человека. Вот и тут, наверное, тоже такое возможно. А вот я и договорился, лопата сломалась. Ладно, ничего страшного. Берем, короче, нашу палочку. Палочка-то где? И отдаем ее нашему роботу. Все, давай копай. Палкой-копалкой. Также у нас появился треугольник эволюции. Смотри. Мы сейчас на стадии номер один. У нас тут два пупсика отображены. И нам нужно как можно больше пупсов. Пойдем сейчас купим с тобой эмбриона. Вот здесь вот. В автомате. Монеточку вкинем, эмбриончик получили. Теперь нам нужно с тобой его вырастить. Вот так вот. А чтобы это сделать, нам нужно его накормить. У меня тут есть ягодки. Кстати, странно. Че это они тут валяются, а? Сбиваем, короче, ягоды из кустов. Чем больше ягод, тем лучше. Кстати, в прошлой серии мы посадили вот тут вот еще три кустика ягод. Это очень здорово. Я предполагаю, что нам нужно сделать с тобой небольшую ферму для выращивания этих ягод. То есть я сейчас где-нибудь выберу участок, выкопаю здесь ямки и засажу все ягодами. Ну а пока мы все эти ягоды вкидываем вот сюда. В инкубатор для колонизаторов. Осталась последняя ягодка. Вот это вот. Опачки. Давайте моего эмбриончика. Эмбриончик? Вот он, наш попсик. Никогда не думал, что машины смогут делать детей. Но как ты видишь, это возможно в этой игре. Ну че, пупсики, вы проголодались? Надо бы вас покормить. Но сперва нужно выкопать участочек. Ух ты ж, блин, нифига себе. Это я че, слой травы откопал? Дрен. Снятый дрен. И че мне с ним делать? Капец. Мне кажется тут... Ага, у меня тут роботы сдохли. Ну вот, я выкопал здесь, получается, девять участков. С них я получил вот такую вот траву. Которую не знаю, куда ссувать. Давай здесь вот аккуратненько положим. А, подожди, не, подожди. Может быть я смогу вот здесь вот эту траву посадить? Давай попробуем. Кладу сюда. О, точно! Здесь я могу засаживать. Шикардос. Ну пойдем в эти участки тогда засадим. А я-то все переживал. Куда мне эти куски травы девать? Вот так вот мы это все засаживаем. Отлично. Все, остались последние три кусочка. Я их, наверное, посажу вот здесь вот. Вот и все. Теперь нам нужно набрать ягоду. Вот ягодка. А, нет, какая ягода? Подожди, мы еще не выкопали лунки для посадок. Так, че у меня тут, ребята? Ну ладно, пускай эти ребята стоят. Все равно у меня дофига здесь вот, смотри. Бревен, досок, рек. Поэтому пускай они пока отдыхают, стоят без инструмента. А я поработаю. Повыкапаю себе тут луночки. Такое ощущение, что я здесь делаю поле для гольфа. Фух, уже рассвет, и я заканчиваю последнюю луночку. Шикарно, я все выкопал. Теперь мы бежим вот сюда. И начинаем выкапывать вот здесь вот куст. Потому что он мне здесь нафиг не сдался. Он был посажен ради эксперимента. Так, отлично. Один кустик мы откопали. И получили две ягодки. Вот блинский. Девочка мутюгается, это означает, что у меня сломалась лопатка. Что ж, пойдем пока посадим первые плоды. Вот сюда. Сюда и сюда. Шикардос. Пойдем, делаем новую лопаточку. Блин, у меня закончились веточки. Поэтому я пошел в лес собирать веточки. Сколько тут барахла, шишки, бревна. Что тут только нет. Пни. Все. Четыре веточки я собрал. Думаю, что этого будет достаточно. И здесь тоже выкопаем. Ну вот, я выкопал все близко лежащие кусты к моему заводу. К моему предприятию. Сейчас собираем все эти ягодки и посадим. Чумачете. Ну вот, у меня есть четыре ягоды. Сейчас мы их все сюда посадим. Так вот, быстренько. И должны уже прорастать кустики. Вот они прорастают. Как быстро-то у меня все получается. Последнюю ягодку хватаем и сажаем. А вот и первые ягоды, смотри, полезли. Кстати, между прочим, мы занимаемся правильным делом. В планах у нас фермерство фруктовое. Нам нужно посадить 20 ягод и поместить потом эти 20 ягод в хранилище. Поэтому нашу ферму из кустов нужно увеличить. И, понятное дело, расширять я хочу не в высоту, а в ширину. Вот эти вот клеточки сейчас еще займем и будет нам счастье. Конечно же, конечно же, для этого дела я мог обучить дрона, который выкопал бы мне по нужным параметрам полянку. И это мы обязательно сделаем, но с другой фермой. Пока нужно поработать самому ручками. А то совсем обленелся. Все на робота вспихнул. Так, все готово. Теперь нам нужно посадить травушку. Вот тут у нас лишние кусочки есть. Конечно же, здесь мы кустики тоже повыкапывали. Нужно тут все позакопать. Ну вот, всяко покрасивше. Все, значит, кустики с ягодами мы посадили. План наш выполнен. Теперь нам нужно... Так, свинка, убегай. Теперь нам нужно все эти ягоды поместить в хранилище. Подбираем, значит, палочку и начинаем сбивать все эти ягодки. Вот так вот. Все сбили, палка у меня даже сломалась. Пока все сбивал. И теперь тарабаним все эти ягодки. Хотя нет, пока не будем тарабанить. Давай-ка я покормлю своих детишек. Вот этот у нас темненький, обугленный такой ребятеночек. Давно не ел, надо его покормить. По-моему, он вообще не ел после того, как я его выточил из инкубатора. Поэтому получай. Двойную порцию ягодок. Давай-ка еще грибочки выкопаем. У-у-у, ты только посмотреть, сколько грибов откопал. Тоже все отнесем вот этому малышу. Закормим его. Малышок у нас наелся настолько, что больше в него не влезет. Поэтому этот грибочек отдаем этому ребенку. А пока я займусь сбором сердец. Муха! Так, вкидываем все это в машину. О, кстати, нам последнее сердце нужно было. Нифига себе! Я завершил исследование! Ух ты, простой сачок. Там лопатка и что-то еще и коса, по-моему, там была. Вот, гарпун. Деревянная киянка. И острое лезвие. О, ништяк! Ништяк, теперь я могу делать всякие штуки классные. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Простое лезвие. Деревянная киянка. Бейте по деревьям, чтобы получить семена, ветки, фрукты и тому подобное. О, вот это полезная штука. Так, гарпун, понятно. Рыбу лоить. И простой сачок. Используйте, чтобы поймать приманку и пиявок. Ну ладно. Непонятно только, зачем лезли. Ладно, фиг с ним, с этим разберемся. Надо новое исследование замутить. Че будем исследовать? Давай, наверное, будем исследовать технологию хранения ведро, жидкости и сыпучий материал. Потому что сюда меньше всего нужно уважухи. Все остальные, смотри, улучшения, исследования по 150, по соточке уважуха требует. Поэтому возьмем вот это вот. Официальное планирование. Колонизация уровень 1. Базовый детский сад для колонизаторов. Продукты питания. Нифига себе детский сад построил? Как-то я вроде ничего такого не строил. Так, посмотрим, что нам дадут. Какие сертификаты. Ух ты, футболка крутая. Бейсболка. Знак направления. Знак просто, обозначающий что-то. Простой самокат. Блин, надо самокат будет сделать. Чудо-свет номер 1. Гардероб. Спецхранилище для головных уборов и одежды. Вы открыли чудо-света. Нифига себе чудо-света. Вот ваша мемориальная плита. За сертификат колонизации уровень 1. Ну, спасибо. Так, так, так. Тогда исходим сюда. Посмотрим, что... Вот он, самокат. Давай-ка сейчас его смастерим. Для него нужно два колеса. Рейка и доска. Два колеса сейчас будет. Значит, досочки, досочки. Вы, наконец-то, мне пригодились в какой-то веке. Собираем, значит, досочки. Четыре досочки. Я, конечно, взял, по-моему, лишнего. Но ничего. Так, досочка. На колесо две досочки. Вот так вот. Есть колесо. Надо еще одно. Самокат. Ждух колес, правильно? Все, два колеса у нас готово. Что там дальше нужно? Рейка и доска. Три рейки нужно. Пойдем сейчас рейку заберем. Все, рейка есть. Теперь берем два колеса. Сюда тоже закидываем. И доска. Все, сейчас самокат-то мы сбубекаем. Ух, покатаемся. Надеюсь, что я могу на нем покататься. Какой он деревянный. Так, и что? И как мне на нем покататься? Могу ли я это вообще сделать? Поехали. Как-нибудь там, это. Что-то, походу, я не могу на самокате-то кататься. Прикинь. Да ну нафиг. Простой самокат. И что? Как мне на нем покататься-то? Походу, никак. Это для детишек. Детишки, у меня для вас есть игрушка. Ух, сколько вы тут сердец-то намутили. Блин, они такие маленькие. Я не думаю, что они на самокате смогут покататься, но ладно. Вот вам подарок взамен на ваше сердце. Хо-хо-хо. Надо принести сюда одну доску сперва вот так. И теперь закидывать сердца. Кстати, у нас вот тут вот что-то чертежи светится. Давай посмотрим, что я там могу построить. А, чудо света. Собственно, тот самый гардероб. Но пока что у меня нечего там хоронить, потому что я не могу даже сшить себе кипарик. Блин, я совсем забыл параплан. Нам же нужно еще ягод в хранилище убрать. Заготовить, так сказать, на зиму. Сейчас мы этим и займемся. Только сперва, наверное, я вот это вот хранилище с ягодами, я попробую перенести. Можно? Можно его перенести? Да, можно, отлично. Вот сюда вот мы его перенесем. Ну все, все чудненько. Теперь мне не надо будет бегать так далеко. Просто сбиваем, короче, ягодки. Блин, а может быть робота запрограммировать на это? Чтобы он занимался моим фруктовым садом. Да, наверное, так и надо сделать. Итак, у нас пополнение. Сейчас заведем нового бота. И дадим ему установочку. Вначале мы его, конечно же, перенесем вот сюда. Твоя зона ответственности будет здесь. Вот так. Ты должен будешь, смотри, что делать. Идешь такой, собираешь ягодки. Все это ты повторяешь, пока у тебя не забьются руки. Хотя рук у тебя нет, у тебя есть рюкзак. Пока не заполнится рюкзак. И дальше ягодку несешь вот сюда. Скидываешь ее. Во! Сейчас он пойдет искать ягоды. Вот он идет искать ягоды. Собрал, молодец. Дальше продолжай. Красавчик. Собирает молодчик. Все, третья ягодка, и он сейчас должен понести все это в хранилище. Но не шиша. Надо его поднастроить немножечко. Во! Все получилось. Ну что, теперь мне остается только сбивать все эти ягодки, а робот будет их собирать. Узо! План выполнен, отлично! Фруктовое фермерство. Зашибись. Еще одна мемориальная плита. Спасибо вам. Чем-нибудь вы мне там дадите? Мне дали новый костюм. Да блин, сходят эти костюмы. Давай, дайте что-нибудь дельное. Что это? Целый новый набор планов и сертификатов, да? Где? А, ну вот. О, нифига себе, сколько мне сертификатов дали. Обалдеть. Так, что у нас дальше по планам? Теперь нам нужно фермерство с грибами намутить. Ну что, пошли в лес искать грибы. Кстати, мне интересно вот это вот, что за камень такой. А, это глина, это глина. Грибочечки мои. О, цветочки, смотри, какие прикольные. Ромашечка. Так, грибочки, грибочки. О, грибочки нашел. Давай выкапываем грибы. Тут яблони есть. Фруктовое дерево. Ну, я думаю, что это яблоко. Прикольно. Так, три гриба выкопали. Надо побольше. Вот еще есть грибочки. Так, три грибочка. Четыре грибочка есть. Сейчас я это все унесу. А тут вот что у нас? Это злаковая культура. Нифига себе, это пшено, что ли, тут? Обалдеть. Нифига себе, здесь сколько всего. Круто. А это что такое? Тыква. Вау. Квадратная тыква. Обалдеть. Так, ладно, собираем грибочки. Вот так, это мои миленькие грибочки. Пойдем, покажу тебе мою башню из грибов. Она великолепна. Она очень большая. Где это? Во, смотри, какая башня. Просто капец. Сейчас я еще сюда накину. О-о-о-о, грибная башня. Ну что, идем дальше, исследовать территорию. Уверен, что мы найдем чего-нибудь дельного. Трава, обычная трава. Прикольно, кстати, выглядит. Об такую траву можно и ногу сломать. Хе-хе. Так. О, грибочки нашел. Гляди, какого нашел. Коров. Коровыч. Квадратный коровыч. Который поедает траву. Теперь понятно, зачем здесь трава. Вот так-то. Ух, ну и грибов я насобирал. Это просто капец. Ты когда-нибудь видел грибной небоскреб? Сейчас я тебе покажу. Смотри, он на тень. Смотри, какой он большой. Вот так вот. Хлыбыш его тебе, грибной небоскреб. Просто капец. Как я такой смог построить, а? Чудеса. План по выкапыванию грибов у меня выполнен. Я откопал огромное количество грибов. Даже в экран не вмещается. Смотри. Какая величина, высота. Просто реальная башня. Самая высокая башня из грибов в мире. Теперь нам нужно все эти грибы посадить. Во всем этом мне поможет робот. Все, лопата есть. Приступаем к обучению. Итак, значит, берешь и начинаешь вот тут вот копать. Все шикарно копается. Остается только забирать траву вот эту вот. И уносить ее куда-нибудь. Садить. Вот, например, вот эти вот места. Давай засадим. О, да, у нас с роботом отличная команда. Мы просто профессионалы своего дела. Ну вот и все. Грядочки у нас все выкопаны. Осталось только набрать грибочков. И посадить все это дело. Ого, смотри, грибы еще растут. Еще больше будут. Фига себе. Вот это мощь. Интересно, до каких размеров они могут вырасти? План выполнен. Я посадил 20 грибов. Теперь нужно построить здесь хранилище. Так, где у нас тут хранилище? Вот так вот. Одно сюда. Блин, там бот мешается. И здесь вот тоже два хранилища. Ну вот, в принципе, и все. Все хранилища у меня построены. Теперь есть куда складировать мои фруктики и грибочки. Осталось только научить моего робота это делать. Так, робот. Отдай-ка мне, пожалуйста, лопатку. Она тебе не нужна. Ты будешь сбивать все. Где лопата? А, вот у меня. Ты будешь собирать грибы при помощи палок. Сейчас я ему палку отдам. Вот так вот. Ну шо? Ты готов к новым работам? Вот это вот все мы, наверное, просто удаляем. Это нам не нужно. Все. Вот настроен. Грибочки он собирает. Молодчина. И все это уносит в хранилище. Красавчик. Ну и, конечно же, мне придется покопать. Ну, а пока я копаю, робот собирает. Есть. Наконец-то мы собрали все грибы. Шикарно. Че нам там дадут? Грибная шляпа. А мы идем в академию и выберем другой сертификат. Базовая лаборатория. Что там нужно? Исследование завершено. 12 исследований нужно завершить. О, господи, как это много. У меня всего одно закончено. Ладно, давай займемся исследованиями. Я думаю, что уже пора. Собираем, значит, уважуху. И тарабаним ее вот сюда. В наш исследовательский центр. Короче, я еще раз посмотрел свои исследования. И понял, что нам нужно заняться технологией робототехники, чтобы улучшить наших роботов. Поэтому мы прерываем то, что мы сейчас изучаем. Отменить. И переходим вот сюда. К технологии робототехники. Начинаем исследование в этой области. Фигово туча уважух. Как я это все буду таскать в фиг знает, надо сделать еще одного бота. Который этим займется. Так, бот готов. Пойдем со мной. У тебя удивительно прикольная работа будет. С детьми. Надеюсь, что тебе понравится. Короче, смотри. Назовем мы его детсад. Бот детсад. Хо-хо. Значит, что ты будешь делать? Ты берешь сердца. Так, вот берешь это сердечко. И тарабанишь его вот сюда. Теперь нужно разделить это все на два пункта. Вот так вот. Ну-ка. Так, давай чеши на площадку. Я прослежу за этим ботом. Чтобы он не стырил мою уважуху. Собирает, красава. Давай-давай. Не думай. Собирай больше. И быстрее. Жалко, тут плетки нет, чтобы роботов долбить. Чтоб работали они быстрее. Так, по три сердечка он будет таскать. Это хорошо. Он их скидывает в лабораторию. Последнее сердце скинул. И сейчас он должен пойти обратно. Давай, чеши. Чеши обр... Молодец, все. Бот у нас запрограммирован. Все вроде бы правильно им выполняет. Единственное, я бы, может быть, сюда побольше ботов сделал. Фух. Ну, конечно, работу сегодня мы проделали с тобой сумасшедшую. Но мне не хватает автоматизации. Мне нужно, чтобы кто-то выкапывал грибы. Этот бот собирал грибы. Относил в хранилище. Третий бот собирал грибы с хранилища. И сажал их. А, нет. Мне еще понадобится четвертый бот, который будет выкапывать лунки. Чтобы третий бот сажал эти грибы в лунки. О, конечно, это вообще сумасшествие. Мне получается, для одной фермы нужно четыре бота. Надеюсь, что когда мы откроем исследование робототехники, и там будут новые боты улучшены, они смогут выполнять больше заданий, чем эти. Но получится ли у нас это реализовать, ты узнаешь в следующей серии. А на этом все. Спасибо тебе за просмотр. Не забывай ставить лайк от свой царский под видео. Подписываться на канал, если ты еще не подписан. А я с тобой прощаюсь. Пока. Увидимся в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok